Здравствуйте! В эфире молодежное телевидение Всем ТВ. Мы находимся на ежегодном зимнем выезде студенческого актива Санкт-Петербургского аграрного университета. В этом году к нам присоединились школьники и студенты из города Колпино. Многие из участников приехали из разных мест и между собой не были даже знакомы. Но за короткий срок ребята подружились и объединились в команду. О том, что же такое командное взаимодействие и как это важно, с нами поделится Ксения. Здравствуйте! Всем известна пословица «один в поле не воин», говорящая о силе и важности работы в команде. Давай посмотрим, как это выглядит на практике. Вопрос команды образования сегодня весьма актуален. Почему же этому вопросу уделяется такое большое внимание? При работе в команде с пониманием участниками общих целей и задач результат достигается намного быстрее, чем работа по одиночке. Каждый человек по-своему уникален, обладает определенными способностями, а при командном взаимодействии все качества суммируются, что дает возможность достигнуть более высоких показателей. Отличным примером, а также средством командного взаимодействия являются спортивные игры. Здесь цель не столько победа, сколько приобретение навыков работы в команде. В процессе таких игр люди начинают понимать и чувствовать друг друга, что повышает эффективность достижения цели. Результат игры зависит от каждого участника, и чем сплоченнее команда, тем лучше показатели. В футболе, если один игрок будет вести мяч самостоятельно, то противники обязательно перехватят мяч до того, как он успеет забить гол. Но в случае командного взаимодействия, когда в игре принимают участие все члены команды, передавая друг другу пас, цель непременно будет достигнута. Итак, мы на деле убедились, что командное взаимодействие – это залог успеха. Да, Ксюша, я с тобой полностью согласна. А давай спросим у ребят, которые первый раз поехали в зимний выезд, что такое для них команда и как они влились в коллектив. Что такое для вас команда? Это взаимодействие, общая работа и главное взаимопонимание в игре. Это сплоченность, единая идея, единая цель, взаимопомощь. Ну, это надо. Количество людей, которых связывает одна цель, действие, какое-то движение к чему-то. Команда – это даже проводятся аналогии с организмом, когда есть определенная цель. Ну, организм – это цель жить, выживать, комфортно существовать. И также у команды, у коллектива важен каждый орган и, ну, каждый участник этого коллектива. Очень важно, ну, они могут быть абсолютно разными, разных направлений, разных национальностей. Ну, вообще, по-разному мыслить, но стремиться к одной и той же цели. Это люди, которые схожи с тобой вместе по духу. Что нужно для того, чтобы влиться в коллектив? Во-первых, нужно быть откровенной, честной, быть позитивной, мироволюбивой, вообще быть собой. И это очень важно, так как люди, смотря в твои глаза, должны видеть искренность и позитив с тем, с кем ты общаешься. Нужно иметь такую же цель перед собой, которую имеет коллектив, наверное. Будет обычным человеком, таким, каким ты есть. Не пытаться строить у себя что-то высшее. Главное, самое главное в команде, это чтобы было доверие другому человеку и своей команде, допустим. А иначе команда не получится, как таковой. Ну и желательно, чтобы друг другу все помогают. Как даже сказать, если один не может помочь, может помочь другу. Ну, каждому по-разному. Во-первых, надо показать самого себя, в первую очередь. Какой ты есть на самом деле. И уже коллектив сам может принять тебя или не принять. А расчеты какие-то, там, не знаю, придумки, что-то из себя строить, это, по-моему, бесполезно. То есть надо обязательно показать, какой ты есть на самом деле, а коллектив уже тебя примет с той или иной стороны. Спасибо за внимание.